11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. Дарья Допузлиева. Анна Лапшинан. Всем добрый день. Два часа сегодня работаем. Два часа говорим о вакцинации и коронавирусе. Вот такая история. Впрочем, ничего нового. Да, но, к сожалению, большая ситуация меняется не в лучшую сторону. Но мы видим, что не только в Кирове, но и во многих других регионах растет заболеваемость. Разные есть мнения, с чем это может быть связано. То ли с майскими праздниками, то ли со стартом сезона отпусков, то ли с прошедшими какими-то там выпускными последними звонками, то ли с тем, что в Россию все-таки пришел более заразный штамм коронавируса, так называемый индийский штамм. Многие врачи в Москве про него говорят. Он вызывает более серьезные, скажем так, недомогания. То есть люди себя хуже чувствуют, меньше тех, кто болеет в легкой форме. Мало того, он передается значительно быстрее, как я понимаю, заразнее он. И еще и проявляется скорее. То есть через 5-6 дней человек, вот, собственно, вот он этот период так называемый. Инкубационный сокращается. Инкубационный, да-да-да, сокращается. И если раньше мы говорили о том, что тяжело болеют люди в преклонном возрасте, да, то теперь очень много молодых в состоянии таком достаточно тяжелом. Об этом говорят в Москве. И в Москве и Подмосковье вчера были подписаны два постановления. Постановление, предписывающее обязательную вакцинацию. Обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер экономики. Ну, понятно, это те сферы, так называемые, контактные, да, где больше всего сотрудники пересекаются с людьми. Это сфера торговли, это индустрия красоты, то есть фитнес и салоны красоты. Это сфера общественного питания, бытовые услуги, прачечные, химчистки. Не знаю, насколько это для Кирова актуально, но в Москве, видимо, да. Да, общественный транспорт и такси, образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ и энергетика, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, в том числе музеи, театры, выставки, все что угодно. И развлекательные мероприятия. Сотрудники... Достаточно много людей, я так понимаю, но я, к сожалению, не видела оценок количественных. Ну, то есть сколько людей могут попасть непосредственно. Сколько людей подсчитаны, не подсчитали пока, да. Да, вот. И 60-70% сотрудников из этих сфер должны будут привиться. Времени дан месяц на то, чтобы сделать первую прививку. И до 15 августа должна быть полностью пройдена вакцинация. Мы по теме коронавируса уже неоднократно наблюдали, что те решения, которые принимаются в Москве, они так или иначе транслируются на регионы. Власти вчера говорили, что вводить обязательную вакцинацию в регионах, они пока смысла не видят. Каждый регион решает сам в зависимости от эпидемической ситуации. Но вот я вчера вечером уже видела информацию о том, что в Кузбассе вводится обязательная вакцинация еще где-то. Сафалин, по-моему, вот последний, четвертый регион. Ну, обычно долго раскачиваются регионы, то есть нет такого, что прямо на следующий день все дружно решили, давайте мы будем делать обязательную вакцинацию. Ну, с другой стороны, с коронавирусом тоже долго это понятие достаточно сократилось, скажем так, за последние полтора года. Не мгновенно это происходит, да, то есть не через полдня решение принимается, то есть несколько дней регион решает, видимо, водителей нет. Я вчера пыталась получить официальный комментарий по этому поводу, либо попросить кого-то сегодня с нами выйти на связь. Власти пока не комментируют. Они решение все принимают, как мы помним, на оперативном штабе. Насколько я понимаю, если ничего не случится сверх такого выдающегося, то оперативный штаб у нас будет собираться в понедельник. И в понедельник, видимо, будут приняты решения либо по вакцинации, либо по каким-то ограничительным мерам, потому что в нашем эфире власти уже озвучивали, да, возможно, введение новых ограничений для тех сфер, которые последние, собственно говоря, начали работать. Ну, смотри, да, учитывая статистику последних дней, то есть если до праздников там еще было порядка 50-60, да, человек официально, да, случаев, которые ежедневно выявлялись, то сейчас это опять количество перевалило за сотню. Больше сотню. 117, 109, 110, то есть уже в этих рамках варьируются. Разворачиваются дополнительные койки. Да, мы сейчас, наверное, приступим уже там к звонкам нашим экспертам, потому что попробуем из разных сфер людей набрать, посмотреть, что они думают, как сотрудники реагируют на возможность введения вакцинации. Да, мы начнем с коммента, с комментария Романа Титова, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Роман сейчас на заседании, к сожалению, впрямую с нами на связь войти не может, но вот мы его перед эфиром записали, я попрошу звукорежиссера нам его включить. Если мы говорим об ограничительных мерах, самое важное, к чему эти ограничительные меры приведут. На мой взгляд, самая важная задача, которую сегодня надо решить в борьбе с коронавирусной инфекцией, это увеличить темпы вакцинации. И вот принимаемые ограничительные меры, на мой взгляд, эту задачу должны решать. Как это делать? Есть примеры, и в России есть примеры ряда других государств. Например, два государства с одними из самых высоких темпов вакцинации в мире, это Израиль, где все привитые получают так называемый зеленый ковидный паспорт, и по этому паспорту они только и могут посещать бассейны, массовые мероприятия, места массового скопления людей, то есть люди вынуждены вакцинироваться буквально для того, чтобы вести нормальную общественную жизнь. И второй пример, который могу привести, это республика Кипр, тоже с высокими темпами вакцинации. Вот там, если у тебя сотрудники не вакцинированы, или у них нет антител, они просто, ну, твой бизнес просто не работает. Твое кафе закрыто, твой ресторан закрыт. То есть ты единственное, что можешь сделать, в каждой неделе ПЦР-тесты сдавать, которые недешевы, и только тогда ты можешь открыться. Люди, которые хотят перемещаться, они тоже должны обязательно получать вакцинацию. И, на мой взгляд, вот сегодня ситуация такая, что вакцинация – это уже дело не личное, это дело общественной безопасности, общественного здравоохранения. Поэтому, на мой взгляд, ограничительные меры нужны, но они нужны именно с точки зрения стимулирования роста темпы вакцинации. Ну, вот эта история с тем, что твое здоровье – это не только твое личное дело, но дело общественной безопасности, вчера озвучилась, по-моему, с Абяниным. Я, кстати, слушателей наших призываю звонить 211-101. Если вы работаете в сфере, которая, ну, контактная, связана с большим количеством контактов, пересечений с другими людьми, готовы ли его вакцинироваться? Может быть, сами приняли такое решение? Может быть, категорически не готовы? И если вы являетесь посетителем каких-то учреждений, либо культуры, либо, я не знаю, заведения общепита, еще чего-то, вот вам спокойнее будет, если вы знаете, что здесь сотрудники привиты? Ну, я только единственное тут не совсем понимаю. Если человек привит сам, то какая ему разница, привиты ли остальные? Он же себя обезопасил? Ну, если да, но все-таки не все могут делать прививки. Есть ведь противопоказания по здоровью. У кого-то может быть еще какое-то количество антител, хотя говорят, что это не является препятствием для вакцинации. Ну, у меня единственное, что вот мне сейчас не очень нравится во всей вот развернувшейся прививочной кампании, это, опять же, достаточно агрессивное поведение людей. Прививочников и антипрививочников? Нет, знаешь, я бы не назвала там это антипрививочниками, да, потому что я знаю людей, кто положительно относится совершенно к прививкам, ревакцинируется. Но тут нужно понимать, что, как на мой взгляд, да, опасения людей, кто не хочет ставить вакцину и выжидает, и смотрит, как это сработает, достаточно аргументированы. То есть мы видим несколько вакцин, то есть речь, я не веду сейчас речь даже только о российских, вообще, в принципе, обо всех. Их, не знаю, сделали за полгода, да, от заболевания, о котором до этого вообще никто ничего не знал. На самом деле, может быть, их сделали и раньше, потому что мы последнюю неделю видим информацию о том, что то один глава региона привился, оказывается, год назад, когда еще разработка вакцины официально даже не началась. Ну, я вообще, в принципе, говорю, то есть это с точки зрения обычного человека. Ну, понятно, делали в пожарном темпе. То есть у него есть национальный календарь прививочный, он знает оттуда все вакцины, он знает, сколько велась работа над этими вакцинами, от того же полимелита, например. И тут он видит заболевание, о котором еще два года назад никто не знал, через полгода появляются вакцины. При этом информационный фон говорит о том, что основную роль в том, хорошая вакцина или плохая, играет не какие-то научные изыскания, а политика. То есть мы видели это на примере Европы, одобрения спутника, который не одобряют. Почему? Потому что он плохой? Нет, просто потому что это политика. И, соответственно, человек, какой бы он умный, начитанный, не был бы за прививки, он не может просто рационально оценить, а это вакцина безопасная, а это ата. Поэтому опасения людей, в принципе, они понятны. Безусловно. И поэтому, когда видишь вот эти комментарии, когда людей начинают обзывать баранами, там еще чем-то, ну то есть вот эта агрессия, которая и сейчас вот тоже из каждого утюга понеслась, что ты ответственен, там ты должен, это не только твоя, это люди. То есть таким образом прививается некое чувство вины, и опять людей разбивают на два лагеря. То есть тех, кто за прививку, и тех, кто по каким-то причинам ждет, боится, опасается, я не знаю, ну или просто антипрививочник, ну ладно, их там в отдельную. В отдельную категорию. Мы вчера, между прочим, видели прекрасные совершенно скрины с форумов, где антипрививочники как раз обсуждают вот эту вот историю. И там было много разных интересных штук. Из разряда к месту укола примагничиваются металлические предметы, потому что в тебя ввели наночастицы. Мы вчера с Олей пробовали монетку приложить, к плечу не держится, знаешь, как обидно. Я думала, ключи можно будет не терять. Приложил к плечу и носишь. Или поставил прививку, тебя на следующий день похитили на планете, хоть куда-то выехал из страны. Это хотя повод такой посмеяться в нашей грустной ситуации, в нашей грустной истории. Не очень понятно, конечно, чем это все закончится, правда, потому что, ну, с одной стороны, ты вроде понимаешь, что есть какие-то шансы выйти из этой ситуации более-менее быстро, если действительно люди начнут активно прививаться, а с другой стороны, никто ведь не знает, чем это все обернется через два, через три года. Как эти прививки скажутся на организме, это все равно внедрение никаких инородных каких-то субстанций в твой организм, да, и опасения людей, понятно, особенно когда их заставляют. Денис Пырлок с нами на связи, директор автотранспортного предприятия. Денис, добрый день. Добрый день. Скажите, ваши сотрудники прививаются и насколько активно? И ведете ли вы какой-то учет, или это личное дело каждого? Ну, безусловно, это и личное дело каждого, и мы все равно ведем учет, хотя бы для себя, понимая по статистике, как много у нас повторно заболевших, понимая, есть ли заболевшие среди привитых сотрудников, вот буквально сегодня общался с нашим старшим медицинским сотрудником, у нас пару дней назад заболел кондуктор, которая и переболела уже год назад, и была привита где-то месяца четыре назад. Соответственно, мы понимаем, что в данном случае прививка не сработала. Что касается количества привитых, то за несколько дней, что мы с вами не разговаривали, цифра увеличилась, но ненамного, сейчас порядка там 140, наверное, сотрудников. Из скольки, Денис? 140? 140 это примерно какая часть ваших сотрудников? Из 1150 сотрудников. Но записалось у нас на вакцинацию еще порядка 54 человек, это на этой неделе. То есть мы набираем примерно 60 человек, вызываем бригаду, которая сможет привить прямо на предприятии, чтобы сотрудникам нашим не тратить времени, никуда не ездить, посередях настоять. И вот такими темпами будем продолжать эту работу по пропаганде вакцинации. Безусловно, не все готовы, много кто относится к этому скептически, так и говорят, что вот у меня там знакомые были привиты, заболели там у одной сотрудницы. Мама вот сейчас тяжело переносит коронавирус. Второй раз и тоже будучи привитой. Но здесь я думаю, что надо рассматривать эту проблему, наверное, как-то точечно. Может быть, не вышел, не настал, точнее, период иммунитета, может быть, еще что-то, может быть, сделали прививку рано, потому что медики советуют, насколько я знаю, там не раньше, чем через полгода, через 8 месяцев после болезни. Поэтому работа над этим продолжается. Да, Денис, а люди, которые не хотят прививаться у вас, что они говорят, почему не хотят, чего боятся? Ну, кто-то считает, что он бессмертен и все хорошо у него будет. Кто-то, опять же говорю, у нас же сарафан на радио очень хорошо работает, есть различные группы внутри предприятия, скажем так, кто-то поделился опытом, что у него знакомый был привит, или там мама, или родственники, и, соответственно, все равно заболел. И то есть люди начинают на это реагировать. Кто-то считает, что у него достаточно сильный иммунитет, чтобы не заболеть, не прививать. Кто-то переболел, и им пока нельзя прививаться, то есть полгода не настало. То есть, ну, различные. Но больше тех, кто просто не желает это делать, но я думаю, что мы, проводя нормальную профилактическую работу, все равно людей как-то будем стимулировать, к этому. Вот, про стимулировать. А как вы поощряете? Вообще поощряете ли как-то? слышали, возможно, не слышали, да, Russia Today вот тут по 57 тысяч рублей решила выплачивать сотрудникам, которые привились. Да ладно. В смысле, у себя, да? Ну, понятно, на телекомпании. Ну, я думаю, что просто для Кирова это, конечно, нереальные цифры 57 тысяч. У нас билеты в цирк дарят. Ну, да. Ну, извиняюсь, что касается финансового стимулирования, то, безусловно, я не могу на это ни копейки выделить, потому что это будет у меня, мягко говоря, нецелевое использование средств, но мотивация здесь проста. Если вы хотите, чтобы настало то время до коронавирусной, когда был высокий пассажиропоток, когда мы все работали без масок, когда не надо было после каждого там рейса проводить санобработку салона, то есть, ну, необходимо в этом направлении усилиться. То есть, ну, простые, адекватные методы стимуляции. Понятно. Хотите больше зарабатывать, да, и меньше, там, каких-то лишних вещей делать, тогда вакцинируйтесь. А вот смотрите, теперь, Денис, вопрос следующий. В ситуации, когда, ну, вот вводится какая-то, я не знаю, там, квота, что называется, да, в обязательном порядке вакцинировать 60% сотрудников. Мы все понимаем, что, ну, это все врачи говорят, да, вакцинация это история, когда у тебя падает иммунитет на какое-то время, там, день, два, три, десять, по-разному у каждого человека. То есть, в это время человек после прививки подвержен больше опасности заболеть. И вообще рекомендуется там ходить в маске, естественно, и никуда особо там не бегать. Люди ведь не могут не работать 10 дней массово. Так потому, что такое количество людей вывести из строя единовременно. Вы не можете дать выходной половине ваших сотрудников, если они вдруг единовременно вакцинируются, потому что велят всем? Нет, конечно, я это сделать не могу. Ну, смотрите, просто видите, если верить там тем документам, по которым сейчас Москва-Подмосковье работает, то есть, я так понимаю, что до 15-го, примерно, на август им дали срок. Ну, если сделать поправку на регионы, на то, что регионы, скажем, там, протормозят в неделю, в две, да, то есть, ну, пусть это будет конец августа. Вроде бы, есть время, но в то же самое время его не так и много. То есть, как вы тут тоже... Что постепенно все вакцинируют. Насколько, как думаете, будут сложности с тем, чтобы организовать действительно эти потоки людей, особенно учитывая, что вакцина двухкомпонентная, то есть, нужно сначала одну поставить, выждать там определенный срок, поставить вторую. Если, например, это перенесется, скажем, на сентябрь, да, в регион, если вот рассмотрим гипотетически, насколько, как вы считаете, успеется сделать так, чтобы не выводить сотрудников из строя, да, и все успеть вовремя. Реально ли это? Ну, вообще, я считаю, что необходимо максимально увеличиться, ускориться, точнее, по вакцинации за лето, потому что летом можно меньше транспорта выпускать на линию, на маршруты, потому что нет студентов, нет учеников, много кто находится в отпусках, там, и так далее. Соответственно, всю жизнь, всю жизнь во всех городах, там, в Кирове, общественный транспорт работал по принципу, что летом сокращалось примерно на 20% количество подвижного состава. Что случилось в этом году, почему департамент городского хозяйства не дал нам сократить в нужном количестве технику, ну, мне непонятно, ну, наверное, тут просто не совсем компетентное решение кто-то принял, поэтому... Подождите, Денис, секундочку, то есть вы ездите пустыми, получается? Ну, для понимания, пассажиропоток летом падает примерно на 30%, 30-40% это как раз те студенты, школьники и те сотрудники, которые находятся в отпусках, поэтому всегда летом сокращалось количество подвижного состава, но вот в этом году, поскольку новый конкурс проводился в прошлом году, на этот год почему-то департамент городского хозяйства не заложил книжение количества техники в летний период, соответственно, нам сейчас только в рамках 10% контракта можно сокращать, но вот нам на лето дали сократить 6 троллейбусов и 3 автобуса. То есть вы обсуждали, да, эту возникшую проблему с департаментом? Может они там забыли? Нет, мы это все обсуждали, но логика их проста, есть контракт, надо им следовать. Я еще раз говорю, никто не страдает за то, что предприятие начинает работать в убыток, кроме меня, безусловно, я отвечаю за действия предприятия, но, к сожалению, в администрации от того, что АТП начинает хуже жить и работать, никто конкретно несет ответственность, поэтому я считаю, что здесь надо все равно как-то какой-то коллективный механизм ответственности прорабатывать, потому что, несмотря на то, что Зотин Сергей Анатольевич председатель Совета директоров и он второй после меня понесет ответственность, если предприятие будет менее устойчиво в финансовом плане, но почему-то они вот эти моменты не учитывают, но за лето можно было бы прилично подсократиться и, соответственно, этих сотрудников мотивировать вакцинацией, ну и жители бы не заметили, скажем так, проблем с общественным транспортом. В сентябре это будет сделать намного сложнее. Ну вот не вопрос, а просто констатация факта. То есть получается, что транспортники просели, очень сильно просели за время пандемии, и вот сейчас есть возможность хоть сколько-нибудь выровняться, но городские власти добро на это не дают. Отлично. Ну вот что касается пандемии, то в прошлом году мы писали в администрацию буквально там 28 марта я от Киров пассажирства транспорта и от РТП писал письма, что пассажиропоток снизился на 70%, давайте снизим количество подвижного состава, потому что мы были в колоссальных убытках. То есть только АТП потеряло 209 миллионов рублей за прошлый год в пандемию. Но нам пришел ответ от Департамента городского хозяйства, что да, 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 мы все понимаем, мы вас наказывать не будем, сокращайте необходимое количество техники, и тут же через несколько недель штрафуют нас за это. Ну, двойные стандарты как минимум. я лишаюсь премии, предприятие штрафует на большую сумму денег. Поэтому, ну, еще раз убеждаю, что мнение там меняется каждую неделю. Да, то есть еще раз констатирую, если вдруг будет вводиться некая, там, не знаю, гласная или негласная обязательная вакцинация, для вашего предприятия удобнее было бы это сделать до осени, до сентября? Ну, мы и пытаемся это сделать до сентября, потому что, как я уже говорил, сейчас часть сотрудников у нас тоже находится в отпусках, и, соответственно, им будет проще переждать вот то послабление в иммунитете на несколько дней и не выходить на работу. То есть мы эту работу сейчас, ну, максимально усилили. Спасибо. Денис Пырлок с нами на связи был, директор автотранспортного предприятия. Транспорт – это место, про которое все говорят, что очень опасно там находиться. Еще раз призываем всех пассажиров общественного транспорта кировчан. Все-таки, если вы заходите, пожалуйста, наденьте маски. Просто подумайте о том, что кондукторы, например, 12 часов на смене в масках сидят. Можно потерпеть. подсмотрела в автобусе интересный такой лайфхак. Ехала женщина, и у нее, ну, просто же в идеале-то и перчатки какие-нибудь на руки надевают. Хотя все говорят, что это лишнее. Ну, вот не знаю, там, лишнее, не лишнее, ну, вот, видимо, женщины-то не считают, что это лишнее, но она была... У нее на одну руку был надет полиэтиленовый, знаешь, пакетик, который там, то овощи, в которые в магазин складывают. И она просто вот этой рукой держалась за поручень, потом вышла из автобуса, вот так вот изнутри его сняла и выбросила в мусорку. Я подозреваю, это медик, наверное, был какой-нибудь. Вот, я посмотрела, и думала, вау, полтора года до меня этого не дошло. Это как-то вот очень похоже на человека, который знает, как обращаться. Ну, я думаю, да, с учетом того, что сейчас увеличивается постоянно количество людей, кто вакцинировался, будет увеличиваться и количество сообщений о том, что вот я вакцинировался и заболел. То есть это совершенно естественно, потому что... Да нет, на самом деле, конечно, это не естественно. Нет, это абсолютно естественно. Даже те прививки, которые из национального календаря, после их получения люди болеют. Ну, то есть стопроцентной гарантии от болезни не дает ни одна вакцина. Нет, про коронавирус, конечно, говорят, что вакцина защищает от тяжелой формы, не защищает тебя от того, что ты заболеешь. Просто я к тому, что чем больше будет привитых, соответственно, тем больше в количестве будет таких сообщений. То есть если у тебя привилось 10 человек, то, ну, скажем, ну ладно, не 10, 100 человек, из них один только переболел. Соответственно, если в тех людей уже 100 тысяч делаем выводы. То есть это такая прямая зависимость от количества вакцинированных, количества людей, которые болеют после вакцинации. История с обязательной вакцинацией 211-101 слушателей, если хотите высказаться, ну вот вы сами готовы, например, если вы работаете, или готовы ли вы и считаете ли нужным, что кто-то должен вакцинироваться в обязательном порядке. Тут есть еще история с тем, а права-то, права-то человека, как же, да, разве можно заставить кого-то привиться. И опять же упирается все, смотри, во что, опять же упирается в то, что возложена ответственность за невакцинацию сотрудников будут не на каждого конкретного человека, а на работодателя. То есть работодателям, как я понимаю, по примеру, Москвы и Подмосковья будет грозить штраф, если они не соблюдут эти меры. И опять мы бьем по бизнесу. Я так понимаю, что вот эта вот ответственность, которую перевожили на работодателей, напрямую связана с тем, что законодательство не предусматривает у нас ситуации, в ходе которых человека можно взять за руку, не знаю, там под дулом пистолет или еще чего-то, прийти и вакцинировать. То есть, по идее, то есть обязательная вакцинация как таковая, она обязательно и быть не может, даже с учетом того, что эту приювку включили там в календарь. Ну, в какой-то план ее включили, да, которые по эпидемическим показаниям работают. То есть, вакцинация не может быть обязательной, но последствия, если ты не вакцинировался, вот они уже могут наступить, да, с учетом там вот этих постановлений непонятного, который включен в перечень вот этих вот профессий, и, соответственно, тут и возникает вот эта вот, видимо, какая-то правовая коллизия, потому что человека наказать за это не могут, потому что, как таковое законодательство, вакцинация обязательная не предусмотрена, но трудовые какие-то последствия возникнуть могут. Да, но при этом все говорят, что вот та форма, в которой озвучена была, да, это обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье, она дает некую, ну, свободу действия, что называется, работодателям, да, 60% твоих сотрудников должны быть привиты, ну, то есть 40% могут оставаться без прививки. Но 60% это, я так понимаю, вот тот самый пресловутый коллективный иммунитет. Да, 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 для этого, в принципе, ну, есть там, да, понятно, вывести в эту категорию непривитых тех, кому противопоказана прививка, тех, у кого пока еще есть иммунитет, ну, по крайней мере, антитела, коронавирусу, кто переболел, да, и тех, кто прямо вот категорически нет. И предприятие может себе позволить не платить штрафы таким образом, да. Больше всего вопросов вызывает вот эта история, о которой я говорила Денису. Если вдруг будет принято решение о том, что все должны привиться, вот эти 60%, в каждой отрасли, во-первых, хватит ли вакцин, потому что в регионах наших, понятно, она есть, конечно, запас какой-то, но я не думаю, что он такой, что его хватит, если все вдруг побегут вакцинироваться. Это раз. Хватит ли мощностей медицинских, я имею в виду, просто вот людей, которые прививают, потому что там ведь с каждым надо поговорить, у каждого надо, анкету надо заполнить, с каждым, там, не знаю, давление надо померить в конце концов, да, узнать противопоказания какие-то, не знаю, историю всех болезней, спросить. В общем, с каждым человеком надо поговорить, каждого надо уколоть. Вот. И тоже вот большой вопрос, а что дальше? То есть, людьми, которые привиты, смогут ли они хотя бы день посидеть дома после прививки, чтобы не подвергать риск у себя и окружающих. На рекламу сейчас пойдем и после рекламы вернемся, будем продолжать. В Москве и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для работников в сферу услуг. Готовы ли регионы к такому повороту событий? Обсуждаем с нашими экспертами, гостями, представителями разных сфер. Дмитрий Кочев с нами на связи, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове. Дмитрий, добрый день. Добрый день. С момента нашего с вами недавнего разговора многое изменилось, да? В прошлый раз мы говорили про масочный режим и там про возможные, может быть, ограничения какие-то. Скажите, сейчас, если мы говорим о вакцинации, сколько сотрудников в сети ваших предприятий, например, прививается? Мы видим, что индустрия красоты одной из направлений, в отношении которых может быть введена обязательная вакцинация. Ну, на текущий момент такой статистики я не имею, чтобы сказать какие-то точные цифры, потому что мы увидели волну получается заболеваемости и вот только-только начали активизировать все вот это направление и начали активную работу вести с сотрудниками. Как сотрудники вообще отзываются на это? Пока я бы здесь вообще вот вопрос по вакцине это разделил бы немножко. То есть я слышал эфир и понимаю, что здесь есть разные стороны и о них лучше скажу. Давайте. То есть первое, вот говорят, нужно вакцинировать, там 60% меры в Москве приняты и понятно, что регионы будут их копировать. Я вот посмотрел, то есть есть видео, оно достаточно свежее, где глава, по-моему, Роспотребнадзора Попова, если я не ошибаюсь, она четко заявляет, что по закону вакцинация не может быть обязательной. И вот Матвиенко это подтверждает. То есть есть это видео, оно двухминутное, в открытом доступе находится. То есть мы понимаем, что вакцинация не может быть обязательной и в целом, согласно Конституции, я тоже думаю, что каждый человек волен как бы сам выбирать, вот хочет он вакцинироваться или нет. тем более с учетом того, что вакцина как бы не прошла, вот нет понимания долгосрочных отложенных каких-то эффектов. Тут каждый должен для себя сам решать. Это вот как бы одна сторона вопроса, вот именно юридическое, здравое. С другой стороны, мы понимаем, что есть как бы российская реальность, в которой мы должны жить. И если мы выбираем между там закрытием каких-либо там сфер бизнеса и вот добровольной вакцинацией, либо возможностью работать, но с, назовем это условно-принудительной вакцинацией, когда мы активно в этом участвуем. Я считаю, что это гораздо более здравый подход, то есть и нужно в этом участвовать. Так, Дмитрий, Нужно дозволить для людей плюсы и минусы. Да, акцентируюсь просто. То есть, если перед вами, перед вашими предприятиями, перед предприятиями ваших коллег встанет вопрос закрываться либо вакцинироваться, то будете вакцинироваться или будете там пропагандировать вакцинацию? Я считаю, что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы пропагандировать вакцинацию, то есть мы не имеем права и не имеем полномочий людей это заставлять. Но мы, естественно, готовы приложить все усилия для того, чтобы людям донести информацию и они как бы сделали свой выбор. То есть мы же не можем просто прийти и сказать так, вот ты вакцинируйся. Ну как вы все это представляете? Но мы можем объяснить о важности. То есть вот с этой точки зрения я считаю, что это объективно. То есть если предприниматели заинтересованы в том, чтобы работать, чтобы там меньше была заболеваемость, у нас по факту сейчас единственный проверенный способ снижения заболеваемости и вот облегчения последствий для людей это вакцинация. То есть нужно пропагандировать. Значит, соответственно, мы все можем участвовать в этой пропаганде. Вот я подготовил ряд предложений как раз к штабу с губернатором. То есть мы уже как бы начали эти предложения. А вы идете туда, да, на штаб? Да, я иду. То есть и одно из основных предложений, конечно, это помощь в пропаганде. То есть работа с людьми, работа с клиентами, объяснять, насколько это важно. Потому что вот это может как бы ускорить процесс вакцинации. Дмитрий, нескромный вопрос. А сами вы вакцинировались уже? Нет, я сам не вакцинировался, не болел. То есть вот я для себя пока такого решения не прием. но если встанет вопрос, то я приму его быстро. Нет, вы понимаете, просто что это история? Вам любой ваш сотрудник скажет, ну вы же сами-то где? Вы же сами-то не привились, да? Почему я должен? Давайте вместе тогда. Вы готовы? Да, я готов. Здесь вопрос в том, что мы сейчас поговорим как бы о догадках, потому что ну давайте сначала послушаем, что нам скажет Роспотребнадзор, что нам скажет губернатор. Если он действительно скажет, что это нужно, вот такие меры, тогда будем действовать. То есть а пока мы вот только-только как бы вошли в этот момент, надо понимать, что вот информационно, например, я обратил внимание вот только в начале недели на все эти вещи. Все это вот позавчера было. Ага, Дмитрий, а смотрите, вы не вакцинировались по какой-то причине, да, или просто, что называется, руки не дошли? Ну то есть это я к тому, что если вдруг вас поставят в такие условия бизнес, что либо вакцины, либо закрываемся, насколько это будет противоречить, я не знаю, там, вашим внутренним устоем? Ну вот здесь нужно за кого сказать-то? За себя? За себя, за себя, конечно же. За себя лично? Нет, я готов вакцинироваться, потому что я лично не вакцинировался, потому что мне непонятно долгосрочные последствия этого действия. Я не болел, у меня хороший иммунитет, я себя чувствую прекрасно, и если есть риск умереть от ковида, то я его для себя принял, можно вот так вот сказать. Но если встает вопрос именно обязательно вакцинации, так как я являюсь и соучредителем, и генеральным директором, то есть сотрудником компании, я, конечно же, вакцинирую самый первый и скажу всем, вот, видите, пожалуйста, справку покажу. То есть приму на себя риск отдаленных последствий ради возможности работать. Ради возможности бизнес сохранить. Ну вот просто, видите, получается, то есть одно дело, когда просто, например, то, что человек не вакцинировался связано с какими-то неудобствами, с тем, что вакцина двухкомпонентная, нужно держать в голове, что ты поставишь сейчас, потом тебе нужно еще через две недели к этому вернуться. Другое дело, когда вот я знаю людей, кто с самого начала появления сообщения о том, что ведется разработка этой вакцины и Pfizer, и российскими научно-исследовательскими центрами, много об этом всего читали, и вот из-за того, что они много всего читали, сейчас они сомневаются в качестве вообще всех вакцин, существующих от коронавируса. А еще очень прекрасно сработало телевидение, которое нам рассказывало про страшные последствия зарубежных вакцин, и таким образом ты так или иначе начинаешь думать. А мы все понимаем, да, многие, ну, как бы, это же привычка, да, что импортные лекарства, они лучше, да, пусть и дороже, как бы, тут уж раз импортная вакцина, такие ужасы, значит, нам обещают, то что же от российской ждать? Вот, просто не столкнетесь ли вы, я не знаю, на работе там, да, вот с тем, что люди, правда, ну, то есть, действительно кто-то боится? Да, то есть, вот смотрите, если мы будем говорить о людях, то есть у нас есть опыт общения и собраний, и в целом постоянно с людьми коммуницируем, то есть, конечно, многие опасаются, кто-то ждет другой вакцины, кто-то принципиально не вакцинируется, кто-то, вот именно от ковида, кто-то вообще против прививок, кто-то опасается, ну, то есть, здесь я почему-то начал разговор с того, что, на мой взгляд, конечно, каждый человек должен сам решение принимать, потому что только он может нести ответственность за свое здоровье и жизнь, это у нас, ну, как бы, мы в такой стране живем, это правовая форма, вот, поэтому мы не можем навязывать, мы можем только работать и разговаривать с людьми, просто в этом случае, если нас обяжут, встанет вопрос, мы донести эту информацию, донесем с радостью, с удовольствием и личным примером покажем, просто какие у нас есть возможности, ну, влияние-то на людей, то есть, мы же не можем прийти и сказать, вот ты, вот тебе укол, вакцинируйся, то есть, мы можем только, как бы, мягко действовать, и вот здесь возникает нюанс, то есть, допустим, мы повоздействовали мягко, а у нас вакцинировалось не 60%, как вот там в Москве, да, требуют сейчас, а 50%, хотя мы приложили все усилия, и что нам делать, заставлять, или делать какие-то подлоговые документы, ну, то есть, какие действуют, или платить штрафы. В общем, бизнес опять поставили в некое безвыходное положение. Ну, пока не поставили, у нас, во всяком случае, ну, да, ну, предполагается, ну, вот, я в этом смысле надеюсь на благоразумие нашего губернатора, то есть, он очень грамотный человек, поэтому я уверен, что там будет конструктив, просто нужно начать хотя бы с чего-то, то есть, вот, я буду говорить о том, что давайте начинать с пропаганды, то есть, и так мы на всех своих салонах будем размещать за свой счет плакаты о плюсах вакцинации, о необходимости вакцинации, там, и так далее, то есть, это не связанное с нашей деятельностью плакат, именно для того, чтобы каждый приходящий как бы дополнительный раз, что надо вакцинироваться, и будем людям как бы стараться вот эту информацию транслировать, то есть, таким образом будем вот, ну, насколько мы можем положительно как бы влиять на рост вакцинированных людей. Ваш вклад в вакцинацию. Спасибо большое. Дмитрий Кочев с нами был на связи, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии Красоты в Кирове, генеральный директор компании Стильмарк, это сеть парикмахерских прятки в порядке. Мы уходим на перерыв, после перерыва вернемся со следующими организациями, будем говорить. Редактор субтитров А.Семкин